Конечно, телевидение сейчас-то коммерция, особенно противно работать, вытаскивая из каждого сюжета деньги. Но что делать? К сожалению, ни на российском, ни на магнитогорском рынке не нужны общественно значимые и интересные передачи. Потому что никто за это дело не платит, приходится делать свой проект. Но даже делая свой проект, я не могу не остановиться на социальной значимости. Да не все для меня в деньги. Деньги для меня там мусор. На деньги молиться это самый большой грех. Конечно, в наших силах сделать передачи и покруче, чем в Discovery. Да легко сделаю. Был бы спрос. Но в рамках программы «Дом, милый дом» давайте поговорим о том, что необходимо делать. Необходимо изучать историю. Как это делать? И с кем это делать? К сожалению, опять же, телевидение – это не место для изучения вообще. Да, интернет. И в интернете меня смотрят. И это очень меня радует. И вот для интернета в том числе этот сюжет. Потому что стендовый моделизм – это круче, чем наркомания и алкоголизм. Немножко достало, но приходится. В очередной раз делать сюжет о переезде магазина стендового моделизма. Итак, второй этаж торгового центра. В общем, торгового центра, сплуженный на улице Советская Армия, 31 А. Друг А. Или А, или не знаю. Короче, это напротив бывшего, уже почувшего дворца Всероссийского общества глухих. Тут располагались справа, теперь слева. Вот сюда заходим. И вот наш любимый отдел. В который тропа народная не остывает, потому что интересно, вы знаете ли, собирать что-то. Но я пошел. Я вас приглашаю увидеть в очередной раз увеличенный ассортимент исторических реликвий в пластике. И судьба этого дня оказывается стендовикам все возрасты покорны, и это не обязательно мужики. У мужчин много таких плохих привычек. Алкоголизм, да? Табака, курение. А моделизм – это плохая привычка или нет? Да я бы не сказала. Я, наоборот, сама мужу покупаю модели. То есть вы сами моделист? Нет, я сама не моделист, но я покупаю мужу, потому что я знаю, что это у него хобби. Что для вас это хобби в доме? Ну, то есть он дома находится, успокаивает нервы у него, это я знаю, усидчивость у него. Ну, и вообще мне нравится, что он занимается чем-то. А не просто сидит. Вот раньше было представление о мужике, который пришел вечером домой, да? Бутылка пива, футбол больше смотреть раньше не было. Сейчас немножко по-другому? Ну да, немножко по-другому. То есть в семье становится спокойнее, вещи приводятся в порядок, и появляется цель в жизни. Цель созидающая. Человек в возрасте уже, да? То есть, казалось бы, должны быть интересы такие, ну, машина там, рыбалка, охота. Но приходите и смотрите на модели. Что вас в них увлекает? Ну, такая скрупулезная работа. Интересно, когда потихоньку из одной детальки другую склеиваешь, в итоге получается какая-нибудь модель корабля или танк. И успокаивает после работы. А вот это наше детское хобби, точнее, а вот это наше детское устремление понять, как это сделано. Оно реализуется? Ну да, конечно. Не все же знаешь, особенно военную технику, как устроено. А здесь получается, как, можно сказать, сам конструктор, сам собираешься эти модели. Вот такие они мальчишки и девчонки. И кто сказал, что молодо и заинтересованно, человек себя не чувствует, когда ему 40, 50, 60, 70 или 80 лет. Возраст – это только физический износ определенных узлов. Если же мозги себя не засирать возрастом, то по-детски зажигать можно всегда. История в технике. А еще есть история города Магнитогорска. История Магнитогорского металлургического комбината. Я специально подошел вот сюда. То есть это выставка, это не выставка, это весь ассортимент вот этой продукции отсюда до сюда, до сюда. Это все было переплавлено в печах Магнитогорского металлургического комбината. Ну, представляете, да, сколько можно было бы истории сохранить, если бы хотя бы один экземпляр поставили. Ну, поэтому я уже проходился. Теперь в преддверии 23 февраля и 8 марта. Ну, а 23 февраля не подарить своему мужу что-нибудь из вот этого, я вообще не знаю, существует ли мужчина, который вообще ничем не интересуется. Потому что танки неинтересны, есть корабли. Корабли неинтересны, есть самолеты. В конце концов, вы же на машине ездите. Есть и модели машин. Но если вы ничего не можете собирать, есть уже собранные модели. Теперь про 8 марта. Собственно говоря, почему девушке не подарить чего-нибудь из здесь представленного? Потому что девочка мечтает ездить на собственном розовом Кадиллаке или на Феррари. Вот в жизни это не получится. А иметь такую модель вполне можно. Представляете, да? В Барби это не то, а вот в Феррари или еще что-то, или яхта в наличии. Это есть чем гордиться. У меня вот, когда я сюда захожу, состояние такого легкого торможения. Такая модная фраза. Потому что вот что-то всегда хочется выбрать. То есть такой ассортимент, что просто глаза разбегаются. У вас какое состояние? Да, такое же тоже. Я как бы, ну, модели. Ну, в основном, как я стараюсь, не очень давно начал. Парусники вот собирать. Ну, вообще мне техника нравится военная, в основном такая вся. Так, 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 парусники. То есть, если хочешь понять, кто у тебя друг, и заставить его помучиться, подари ему парусник. Так? Это очень кропотливая, долгая работа. Потому что особенно собрать там такелаж, именно полную копию точную сделать, очень сложно, конечно. Там и пинцетом приходится, и все аккуратно, все это, как бы, и долго. У меня вот у жены были круглые глаза недавно. Я собрал, практически собрал Титаник. Вы, когда собрали свою первую модель, ну, вот, переключились на парусник. Как у вас жена отреагировала? Ну, как бы, ну, тоже, конечно, интересно. Во-первых, она тоже так смотрела, как это делается. И потом, когда в итоге это получилось уже красиво, все это раскрашено, все это, как бы, оно даже, ну, в интерьер квартиры, как бы, вписывается неплохо. То есть нет желания пойти там купить какую-то, ну, ту же китайскую модель, которая не собрана, а так и сделана левой задней ногой? Самому, естественно, интереснее, конечно. В общем, творите, выдумывайте, пробуйте, а не сидите в социальных сетях. Да, интернетом пользуйтесь только для саморазвития. Для этого есть Википедия. И наше любимое место встречи после выхода в эфир сюжетов на телеканале «Звезда» на моем канале в Ютьюбе. Из всего того, что я перечислил в начале сюжета, ну, наркомания и алкоголизм, пробовал все. Вот. Так, в небольших количествах. Ни шторка это, вы знаете, вообще не прет. Ну, алкоголь, понятно, там, без него как-то сложно стрессы. Есть другой изм, моделизм. Так вот, этим моделизмом заразился и тот человек, который держит сейчас камеру. Ну, ладно, понятно, что у меня жена обрадовалась и увидела, что, оказывается, «Титаник» это, ну, корабль, и он не очень большой. Теперь я точно знаю, что Джордж Лукас вас немножко-немножко обманул. В результате я вам расскажу, что вот эта люстра, которая обрушивалась, она была небольшая, там, всего, ну, метров, наверное, пять. Вот. Знаменитая лестница в кинофильме «Титаник», вот, она была не сильно большой. Мы вот по такой лестнице спускались, когда плавали в круизном лайнере по Нилу. Вот. Но что меня больше всего порадовало, так то, что я пришел к нашему оператору, и он собрал корабль, на который у меня рука не поднималась. То есть там ванты, это парусники, представляете, сколько работает? Ну, и теперь маленький секрет. Вот видите? Вот там две сумочки, одна наша съемочная, другая, два баула. Это мы все здесь набрали. Потому что вот таким вот измом мы и заразились. Чего и вам желаем. Это, пожалуй, самое лучшее увлечение, которое только способствует развитию, во-первых, исторических навыков, во-вторых, развитию и навыков работы руками. Ну и мало того, это неоценимый успех в борьбе с компьютерной безграмотностью, которая так свойственна нашему молодому поколению.